Когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, это был наш первый советский человек, еще никто об этом не думал. Все это держалось в секрете. До начала полета и до окончания полета никто ничего не знал. И вот был не воскресный день, не выходной день, был рабочий день. Я работала в Суворовском училище, у нас была ленинская комната. Вдруг все три взвода поместили в эту ленинскую комнату вместе с учителями, которые вели уроки. И вот впервые я услышала, что Юрий Алексеевич Гагарин, наш человек, полетел в космос. Вы знаете, честно говоря, вот даже было трудно поверить ни учителям, но тем более детям. Они были у меня семиклассники уже. Трансляция велась по радио, телевизора не было почему-то, по радио. Ну, сообщили только, когда он вылетел, какого числа, 12 апреля 1961 года. И объяснили, что сделал один виток вокруг Земли, был в космосе 108 минут и затем приземлился в степи. И когда мы, вот, наверное, целый урок мы слушали всю эту передачу, все нам рассказывали. Ну, честно говоря, никто даже не мог поверить, что человек полетел в космос и вернулся живым. И урок, конечно, на следующий урок тоже, когда пришли в класс, дети обсуждали, учителя тоже были маленько в шоке, говорили в основном о нем. Вот. И на этот день, в этот день, ну, как всегда, у суворовцев была самоподготовка два часа. Но, а после обеда было свободное время. Офицеры-воспитатели одели их в эти формы парадные и распустили в увольнение, чтобы посмотреть, как город реагирует, как проходит вот это вот сообщение в городе, как люди реагируют на это. А вечером, вечером, ну, они пришли, самоподготовка самоподготовкой. А на Урале, вот, я жила как раз вот где дом учителя советской, вот толпы шли народу. В общем, народ был очень горд за то, что именно мы первые полетели в космос. Редактор Нулески Продолжение следует...